У нас, значит, время обеда, и смотрите, как мы едим турецкий чечевичный суп. Это папа у нас добавил туда лук, чисто по-русски, помидоры. Маме только добавил, значит, лук, а я буду с лимоном. Вот с лимоном и с салатиком. И хлеб с маслом. Суп-то без мяса, не мясной. Вы же не привыкли к не мясным супам. Почему мы не привыкли? Мы всё едим. Понятно. А я вот люблю мясные больше. Смотрите на меня, девчонки, какая я красотка. И тут в магазин, потому что забыла горошек. Я сегодня была в магазине раза три, потому что память-то у нас девичья. Куртка мужа. Значит, почему я в куртке мужа? Потому что мы сегодня уже выходили на рынок, и у меня всё мокрое. Дождь льёт так, что это уже вообще не смешно, знаете? Насколько я люблю дождь, но уже хватит. Уже при холод собачьем немоверный. Просто неимоверный. Вам не видно, да? Ещё хочу вам сказать, знаете что? Что я больше не могу есть. Я настолько распухла. Я настолько... Я, конечно, жалуюсь, на самом деле. Ем я очень вкусно. Последнее время, я думаю, как и вы тоже. Когда ещё не есть, как не... Когда ещё есть, как не в празднике. Фу... Вы смотрите, парк. Парк за рта. Видно вам или нет? Куда я бегу? Забыла горошек купить для Оливье. Все ингредиенты есть, всё готово. Нет только горошка. Бегу за горошком, что делать. Я же вам не сказала, у нас сегодня будет вечерний ужин с свекровью и с моими родителями. Ну, я не знаю, Рождество, не Рождество, мы это Рождество отмечаем, её просто приглашаем с нами отужинать, поэтому я готовлюсь. Так, где наш горошек? Вот. Проблема ещё в том, что он продаётся только такими огромными бадьями. Вот куда мне столько? Почти килограмм. Хочешь меня перекушать? Маш, может быть туда сахар на песочке подсыпать? Нет, сахара не надо. Всем привет, у нас сегодня 8 января, всё ещё плохая погода, идёт дождик, и мы едем развлекать наших родителей в торговый центр, потому что у нас мама очень любит торговый центр, да, мама? Ты не любишь. А я всё сваливаю на маму. На самом деле я тоже люблю торговый центр. Что у меня с глазом? Сейчас мы поедем через гетто. Готовьтесь. Боишься гетто? Нет, не боюсь. Не боюсь. У нас холодно, я мёрзну, представляете? А мои родители говорят, что у вас говорят, это же лето, это же какое-то лето, просто прохладное лето. У меня до костей просто промерли. Ёлочка до сих пор стоит, кстати. Почему такое умерцание? А, не знаю почему. Здесь, кстати, выставка. Выставка. Выставка эта старая Адана, Ататюрк, куда же без него, без великого человека. Это мост наш старый, который принадлежал Византийской, Римской и Османской империи. Адананым култулышун 5 января. Вот о чём я говорила, я говорила об этом празднике. Хорошо. Кстати, затестила сегодня в отеле Рибул, где я вам сейчас покажу. А мы, вот он, вот отель Рибул. Оригинальный турецкий парфюм, маск, пивойни, пивойни. В общем, я всё время не могу выговорить его название. Очень классный аромат, очень интересный. И мускус, и он лёгкий, и тяжёлый одновременно. Вот люблю такие ароматы. Вот она, наша старая Адана. Это Чарши, куда мы сейчас с девчонками ездим, заниматься творчеством. Сейчас, кстати, везде очень хорошие скидки. Вот даже в дорогих магазинах можно что-то себе прикупить. Обратите внимание. Мы ходим в основном по турецким маркам. Здесь нет необходимости посещать Зару, Манго. Здесь как бы местное производство очень хорошее. Вот Твист, например, Аделешик, Пекьёл. Очень хорошие скидки, очень достойные вещи. Ну, попадается, конечно, всякое, но по сравнению с Зарой достойный вариант. Мы ходим сейчас по магазинам. Именно по-турецким у нас цель ходить. Мы вот в Мудо сейчас находимся. Я не знаю, интересно вам это или нет. Если я буду просто снимать то, что продаётся. Напишите, пожалуйста, вам интересно хождение по магазинам или нет. Потому что мне не очень интересно, честно говоря, снимать просто вот, просто бесцельно снимать полки. Мне скорее интересно показывает то, что я купила. Но вот мимо Мудо не могу пройти. Это прям my love. My love. И здесь ещё так вкусно пахнет. Турки, знаете, используют ароматизаторы, чтобы привлекать клиентов. Ты заходишь, и этот запах благополучия бьёт в нос, и ты не можешь оттуда уйти. Это что, грелка? Нет, это для ночной рубашки. Нет, это саджак с уторбаса, это грелка. Угу. Такая хорошенькая. Грелочка. Поросёночек не хуже. Поросёночек, да. Нет, ну подарок кому-то, кстати, круто подарить. Такую грелку. Ну, она держит форму. Поросёно, кстати, не держит форму. Посмотрите, все правила маркетинга соблюдены. Приглушённый свет, красивый дизайн, приятный аромат и расслабляющая музыка. Как вам и лук? Профессор Однокамушкин. Кстати, в этом торговом центре есть музей восковых фигур. Майкл Джекси. Ну, не знаю, насколько реально. По-моему, нереально. Бывает вот... Хотя нет, достаточно вот... Если в правильном освещении, то смотрится жизненно. Если принять внимание, что он всегда ходил с макияжем... Приобщаю родителей к аданайской еде. Вот заказали две аданы-кебаб. Предлагала курочку, не хотят. Хотят именно адану-кебаб. Очень понравилось. Так, у нас новый праздник живота в фудкорте. Значит, у мамы аданай-кебаб. Тебе понравился аданай-кебаб? Да. Так, у меня тоже будет аданай-кебаб. У папочки у нас лохмаджун. Я тебе сейчас научу, как его есть. Неправильно ты ешь. Так. Есть хочет. Есть хочет. Тебе нужно зелень внутрь завернуть. И салатик внутрь. Банки с колой, значит, попались нам. Одна Трабзон. Вы знаете, с чем славится Трабзон? Я не знаю. Здесь такая девочка хиппи, что ли. И Эрзурум. Эрзурум горнолыжный курорт. Я так понимаю. Какой-то лыжи, какие-то башенки, карта, снег. А Трабзон? Даже не знаю. Я задать. Все, погода проясняется. Видишь, уже солнышко. Ура! И дымовуха наша начинается от костров, от печек. Попробуй латте. Как вам пальтишко в Айкике? Смотрите, по-моему, очень стильное. Стоит 249. 249, по-моему. Но оно вообще, оно бумажное. Оно вообще не будет греть. Вообще. А сумку ношу под пальто в последнее время. Не знаю, это легкое. Знаете, оно как джинсовка. Смотри, рассказываю, значит, солеп. Это зимний напиток из корня орхидеи, по-моему. Немножечко похож, не знаю, на манку разведен. В общем, десертный напиток. Там корица, подается с шоколадом, с орешками. Он очень энергетический и согревающий. Мы выбрали место возле печки. Потому что здесь холодно. Вот ахтамаса. Это ахтамаса, да? Ахтамаса едет там. В общем, кафешка в шалаше. Вы любите каштаны? Я слышу, что я тебе говорю. Как мило, алица эта, башка. Ты любишь каштаны? Люблю, надо. Надо же. Ой, горячая. Может быть, я полюблю все-таки. Что они вкусные? Спасибо. 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 Привет, дорогие. Наконец-то я вам вещаю с кухни. Нагулялись. Наелись. Честно говоря, уже есть, только нельзя. Знаете, какие-то вот... Я понимаю, что такое чревоугодие теперь, да? О каком грехе говорят? Чревоугодие – это то, чем мы занимаемся. Значит, в двух словах о том, как мы проводим время. Сегодня, по-моему, третий день пребывания, или четвертый. Я уже сбилась со счета, но шли дожди стеной. Просто дожди стеной. И я пыталась развлечь родителей, как могла. Я пыталась развлечь родителей, как могла. Мы ходили по торговым центрам. Ну, честно говоря, мама любит. Я люблю. Всем интересно, где что продается и что продается. Мы делали упор на турецкое производство. На турецкие марки, Network, Adelishik, Epikyol, Karaja и так далее. Ну, вот начинается копание в туалете. Я сейчас всех так, знаете, раскидала по комнатам. Кто-то чем-то занимается. Родители смотрят русские новости. Там муж своими делами занимается. Вот, решила вам снять видео. Потому что, честно говоря, я просто на расхват. Просто на расхват. И мне вот хочется побыть в тишине какое-то время. Это сложно, когда много народу. Потому что один хочет в туалет. Другой хочет печеница. Третий хочет мороженку. Все одновременно что-то говорят. И хочется всем угодить. Но это сложно. Я ищу переводчик, ко всему прочему. Вот. Так вот все у нас происходит. Но родители довольны. Они пока что не поняли, где они находятся. Они довольны. Мама. Я вижу по лицу, что ей все нравится. Что шоппинг у нее замечательный. Папа тоже доволен. Особенно ему нравятся турецкие продукты. Да. Турецкие продукты. Кстати. Кое-что вам интересненькое хотела показать. Смотрите. У меня сережечки вот такие вот. Да. Я полагаю, что это закос под какую-то известную марку. Они очень интересные. Они переливаются всеми цветами радуги. И подстраиваются под тот цвет, который на вас надет на данный момент. Это было супер помог. Это было просто 5 баллов. Твоя попа в камере. Всем очень понравилась, я думаю. Извините, если что. Я понимаю, что это очень неприлично. Но моя кошка, она везде. Сережечки. А ну что в этих сережечках? Да, не так. Или так. Смотрите. У меня есть еще одни такие сережечки. Вот. Но эти сережечки из драгоценных камней. То есть они серебряные. Я плохо запоминаю название камней. Но камни здесь. Вот зеленый камень. Он натуральный. А эти, по-моему, синтетически выращенные. Здесь вот такая вот дорожечка. Видите? Тоже красивый. Но это зеленый. А эти именно, знаете, как радуга. Видно, что это, ну как бы, хорошая такая бижутерия. Прикол-то весь в чем? Вот эти сережки мы подарили моей маме на Новый год. Я их, собственно, выбирала. И моя мама приехала вот в этих сережках. Прилетела. И когда встречала ее в аэропорту, они были надеются эти сережки. Это, знаете, был просто вот... У меня был шок. Потому что это надо было так облажаться. Я честно, я призналась. Говорю, мам, вот мы тебе купили серебряные сережки хорошие. Можем поменять. Слава богу, был сертификат, что можно было поменять. Но она отказалась менять. Говорит, Маш, замечательно. Мне очень нравится эта модель. Эти смотрятся даже тоньше, изящнее. Реально похожи на бриллианты. Ну, бриллианты такие стоили бы, наверное, целое состояние. Дело в том, что эти серебряные сережки... Я не буду говорить, сколько они стоили. Потому что кому-то покажется, что много, кому-то мало. То есть, как бы, они не были очень дешевыми и очень дорогими, скажем так. Насколько дорогими, насколько могут стоить серебряные сережки с камешком. Эти сережки стоили 680 рублей на наши деньги. Это сережки с Алиэкспресс. Представляете? Вот. И я, честно говоря, удивилась, да, в то же время. И немножечко разочаровалась. Но мама мне говорит, Маш, давай уж по-хорошему я тебе тогда отдам вот эти вот сережки. Мне они понравились, они клевые. И тогда подарок я оставлю себе. Ну, в принципе, наверное, это правильно. Менять, говорит, я не буду. Менять, наверное, нехорошо. Мне они очень нравятся. Вот, заберегивайте себе тогда эти. А серебряные я оставлю себе. Вот. Я очень довольна, потому что они мне самой понравились. Собственно говоря, я их выбирала, потому что они мне понравились. Но эти более тонкая работа. Эти меньше камни. Да. Потому что чем меньше камни, тем больше вероятности, что они выглядят как натуральные. Да. Ну, как бриллиант. Чем отличаются качественные ювелирные изделия? Тем, что работа тоньше. Вот. Я вам оставлю ссылку на вот эти сережечки с Алиэкспресс. И, кстати, кто знает аналог чего это? Я знаю, что сейчас турки просто делают аналоги Ван Клифф постоянно. Вот везде этот листочек Ван Клифф. Браслеты, сережки и серебряные, и золотые, и челик. То есть и металлические всякие. Но они любят. Я уверена, что это тоже аналог чего-то. Вот чего, как вы думаете? Кортье? Что это может быть? Знаете, мне пофигу. Если мне нравится форма, мы зачастую сами не понимаем, что мы покупаем аналоги. Идя в ту же самую Зару. Да, что это аналог на какой-нибудь Дольче. Вот. Такая вот история произошла у нас. Многие спрашивают, что у нас происходит в жизни, как мы отдыхаем. Я стараюсь снимать, когда у меня есть такая возможность. Она у меня, к сожалению, не всегда есть. Потому что я говорю, что я на расхват. За схват и хочется уделить максимальное время своей семье. Потому что видимся мы не так часто. Всё, друзья. Я на этом с вами прощаюсь. Побегу монтировать этот влог. Вас всех люблю, целую. Желаю вам отличного настроения. Поздравляю с Рождеством, с Новым Годом, с наступающим Старым Новым Годом. Обнимаю вас каждого. Целую вам без щеки. И не забудьте подписаться на канал. Я знаю, что многие смотрят меня и при этом не подписаны. Но подписка очень важна для блогера. И спасибо вам большое за лайки и дизлайки, которые вы ставите. Всё. Всех люблю, целую. Всем пока.